Пандемия и карантин не оставили эксплуатацию и торговлю людьми. Она просто приняла другую форму, переместившись с улиц в дома. Однако резко сократившийся спрос оставил многих девочек, которые зарабатывают себе на жизнь проституцией, без еды и денег. Сестра Габриэла Батани, координатор сети Талифа Куми, рассказывает нам, как монахини в 22 регионах помогают уязвимым женщинам в условиях пандемии. Их достоинство попирается также в продуктах сексуальной эксплуатации, которые продаются по всему интернету, если они оказывают не физические услуги проституции. Разница заключается в инструменте, который используется. Из-за карантина снизился спрос на, позвольте сказать, услуги, сексуальные услуги, которые они предлагают. Так что они действительно страдают от голода. Для многих продажа их тела – единственный способ выжить. Поэтому сестры, составляющие группу Талифа Куми и работающие в 76 странах, приносят имеду, оказывают психологическую помощь и предлагают профессиональную подготовку, чтобы женщины могли сами обеспечивать себя и выходить из этих опасных условий жизни. Проблема заключается в том, что многие из приютов, организованных сестрами, не могут сейчас принять новых девушек из-за соблюдения рекомендаций правительства социальной дистанции. В результате психологическая помощь стала виртуальной. Ее оказывают через социальные сети или телефонные звонки. У нас больше нет проституции в официальной форме, поэтому она все больше и больше скрыта. Все это происходит не на улицах, а в домах и квартирах. Наша проблема в том, чтобы определить, как мы можем помочь этим девушкам сейчас. То, что они сидят дома в заперти, это только все более и более осложняет нашу работу. Сестра Габриэла говорит, что вместо того, чтобы стоять на улицах, девочек записывают на видео, которые затем распространяют в интернете в виде порнографии. «В это время карантина, люди, возможно, боятся выходить на улицу и покупать такие виды услуг. Таким образом, легко предположить, что произошло увеличение спроса на сексуальные услуги онлайн. Люди покупают это видео в интернете, но оно не выдумка, это реальность. Итак, это настоящая эксплуатация. Здесь идет настоящая эксплуатация. То, что я покупаю через компьютер, не похоже на то, что вы видите в фильмах». Талифакуми продолжает предлагать профессиональную подготовку во время карантина. И многие девушки, например, шьют маски для лица. Однако другая проблема заключается в том, как эти девочки могут зарабатывать на жизнь после пандемии, когда рабочих мест мало, а проституция кажется легким выходом. Подобные проблемы заставляют сестер ломать голову над этим, как выполнять свою работу более эффективно. «Что является самым главным? Процесс исцеления, которому помогает сосуществование с другими бросившими проституцию. Это попытки строить, возобновить свою жизнь. Это возрождение. Именно такие примеры помогают нам держать ухо во стро и реагировать на то, что готовит нам жизнь». Сестры также приспосабливаются к этому изменившемуся времени, поскольку двери заперты, а люди находятся в закрытых помещениях. Они пытаются понять, как лучше служить наиболее уязвимым слоям общества, которые, кажется, еще больше страдают от нынешнего кризиса.